Домашний интернет и кино в тарифе АП. Три месяца бесплатно. Ну сколько можно? Три месяца! Бесплатно! Beeline. На твоей стороне. Привет! На связи Даша Бунтина со свежим выпуском All in at Agramania. Сегодня ты узнаешь, как на PS5 облажался третий Payday, когда ждать новые Xbox и шестую The Elder Scrolls, какого принца Персии отменила Юбисофт, а еще познакомишься с новой худшей игрой в Steam. Не забудь, я рассказываю новости, ты ставишь лайк, подписываешься и обязательно пишешь комментарий. Ну а мы начинаем! Авторы Payday 3 открыли ранний доступ. Его получили все, кто купил расширенные издания шутера. А всем остальным придется подождать 21 сентября. И оно похоже к лучшему. В сети начали массово появляться жалобы на работу серверов, как это обычно и бывает. Они не выдержали наплыва игроков. Радость геймеров нарушили проблемы с учетными записями, матчмейкингом и лагами. А чтобы вообще добить аудиторию с PlayStation 5, случилась очень странная ситуация. Вместо нормальной актуальной версии консольщики получили устаревший билд. Но и это еще не все. Геймерам с PS5 дадут награды за предзаказ только на релизе. Разработчики и Sony уже трудятся над решением проблемы. Но первые впечатления, увы, не удались. И собрать отзывы игроков пока что трудно. Зато по превью мы точно знаем, что Payday 3 понравилась критикам. Согласись, интернет занимает огромную часть нашей жизни. Я им постоянно пользуюсь. Прохожу игры, смотрю сериалы, читаю книги, заказываю еду, слушаю музыку и делаю еще кучу всего. Даже с коллегами постоянно нахожусь на связи. Чтобы оставаться на связи на всех устройствах, у Билайна есть решение «Тариф АП». Просто подключи его и активируй 3 месяца бесплатного домашнего интернета. Все делается легко и просто. Для этого нужно сделать всего лишь пару кликов. Это буквально одним выстрелом двух зайцев. Ты сразу обеспечиваешь себя интернет-соединением как на компьютере, так и на смартфоне. Билайн сделал так, что ты без проблем настроишь тариф точно под свои нужды. Это поможет не только отлично сэкономить, но и обеспечит себя комфортом на всех устройствах. Более того, с тарифом АП ты получишь бесплатный доступ к Билайн ТВ. Интерактивное ТВ содержит море контента, который можно смотреть когда угодно. Как говорится, искал мейтс – нашел золото. Не стоит тратить свои нервы и время. Переходи по ссылке в описании и подключай бесплатно на целых 3 месяца домашний интернет в тарифе АП от Билайна. Судебное разбирательство между ФТК США и Microsoft принесло кучу интересных новостей. За последний год компания очень много участвовала в слушаниях. Она раскрыла бесчисленное количество документов, поэтому многое уже было известно. И все же я постараюсь отметить самое важное из свежих утечек. В следующем году нас могут ждать новые версии текущих консолей Xbox. У них уберут дисковод, зато улучшат интернет-соединение, снизят потребление энергии и добавят больше памяти. А в 28-м году компания может выпустить абсолютно новые версии консолей. Что касается игр, то Microsoft уже работает над дюжиной новых проектов. Согласно документам, одна только Bethesda готовит Dishonored 3, сиквел Ghostwire Tokyo, ремастеры Oblivion и третьего Fallout'а, а еще новый Doom. Также компания планирует выпустить The Elder Scrolls 6 не раньше 26-го года. Фэнтези-приключения может выйти только на ПК и Xbox, но Фил Спенсер отмечал, что после релиза Starfield все может измениться. Наверное, будут ориентироваться на продажи. Кстати о нем, нашим дорогом главе Xbox. В его переписках с коллегами оказалось очень много интересного. Спенсер открыто болел за игроков. Он отказывался повышать цены на Xbox и новые игры. Когда Sony сделала это чуть ли не первой. Более того, он мечтал купить Valve или Nintendo. А с игровым подразделением Warner Bros. даже велись переговоры. На все вылилось в покупку Activision Blizzard. И вот мы тут. Для меня новый Mortal Kombat еще не вышел. Ну а ты, может быть, уже во всю играешь, и я очень надеюсь, что не на Switch. Версия для этой консоли получилась настолько плохой, что геймеры назвали ценник в 70 баксов грабежом. Кадры проседают, часть эффектов отсутствует, а выпученные глаза персонажей смотрят прямо в душу. И, конечно, море багов. Куда же без них? Еще подпортило релиз интернет-соединения. Проблемы с онлайном у игроков из России и Беларуси вылились в ревью бомбинг. То есть геймеры закидали файтинг гнилыми помидорами на Metacritic. Кстати, с игрой связаны два курьезных события. Во-первых, в ней есть катсцена с Джонни Кейджем, которую интернет-тролли выдали за первые кадры из игры про Индиану Джонса. Забавно, но сперва многие поверили. А второй занятный случай касается актерской игры. Вампиршу Нитару озвучила Меган Фокс. И сделала это так плохо, что игроки призвали не звать звезд, а искать профессиональных актеров озвучки. Вот тебе вопрос. Скажи, кто создал серию «Принца Персии»? Если ты ответил «Юбисофт», то неправильно. За это приключение надо благодарить Джордана Мэкнера. По его словам, Юбисофт работала над продолжением старой олдскульной части, что вышло с под заголовком «The Shadow and the Flame». Игрушка кончалась на самом интересном, когда герой сталкивается с таинственной чародейкой. В третьей части должны были завершить сюжет и раскрыть ее личность. Но что-то пошло не так. И игру отменили. Разработчик не стал раскрывать сюжет приключения. Может быть, он еще надеется поработать над ним. Обидно, это уже не первая игра по «Принцу Персии», что отправляется в утиль. Зато многострадальную «Skull and Bones» компания не отменяет. Да, она и не может. Ее обязывают контракты. А из принцев нам, похоже, придется довольствоваться 2D-платформером The Lost Crown. Блиц новости пусть откроет новый рекорд. Ведь второй, Overwatch, лишился своей короны худшей игры в Steam. Теперь это звание гордо носит очередная часть спортивного симулятора NBA. Геймеры разнесли проект за то, что на ПК вышла устаревшая версия игры. А самую навороченную оставили для PS5 и Xbox Series. Но и это еще не все. Игра страдает от серьезных проблем с оптимизацией. У некоторых геймеров частота кадров падает ниже 5 FPS. Поддержка неудачного экшена Marvel's Avengers подходит к концу. Сейчас у геймеров остался последний шанс купить эту игру. Ведь Square Enix поставила скидку в 90%. Акция продлится до 30 сентября, после чего проект уберут из всех цифровых магазинов. Спасибо, конечно, но в России «Мстители» недоступны. И что вообще можно говорить о качестве этой игры, если разработчики даже публично за нее извинялись. А Человек-паук так и остался эксклюзивным героем PlayStation. Кстати, о Паучке. Разработчики раскрыли множество подробностей игры, включая особенности графических режимов. Не знаю, каким чудом, но в каждом будет поддержка ретрейсинга. Заодно авторы успокоили всех, кто переживал из-за костюмов симбиота. Игроков не будут заставлять играть только с ним, как в прошлой части. Его уникальную способность можно отвязать и поставить к любому другому наряду. Мрачный экшен Lies of Pi, вдохновленный Пиноккио, вышел на ПК, Xbox и PlayStation. Игроки и критики встретили Souls-like положительными отзывами. Приключения сравнили с Bloodborne и Steel Rising, но это больше плюс, чем минус. А что особенно порадовало геймеров, так это наличие русского языка и доступность в Steam. Похожие эпопеи вокруг Unity подходят к концу. Подробнее об этом я рассказывала в предыдущих двух выпусках. Компания извинилась и пообещала пересмотреть свои бизнес-планы. Вот только репутационный ущерб огромный и вряд ли его получится легко исправить. Более того, вся эта ситуация может привести к новым изменениям в законе. Если обсуждения перерастут во что-то большее, то компании могут запретить вносить правки в некоторые пункты контрактов. На этом у нас все. Выпуск подошел к концу. Увидимся совсем скоро в четверг. Пиши комментарии, как прошли выходные, во что играл и вообще как дела. Ну что, пока-пока. Пока-пока.